Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Маша из Парижа и добро пожаловать в мое новое видео. До того, как мы непосредственно перейдем к теме этого видео, которое вы, конечно, успели прочитать в заголовке, я бы хотела очень поблагодарить всех, кто меня сейчас поддерживает, кто посылает мне ответное тепло, ответное добро какое-то, посредством комментариев, лайков, каких-то сообщений в личку, в телеграме. Кстати, подписывайтесь, если вы не подписаны на телеграм-канал, там пока не очень людно, но это действительно такое маленькое, уютное, комфортное, теплое сообщество, которое сейчас в данный момент и меня саму очень даже поддерживает. Поэтому спасибо вам действительно большое за добрые сообщения. Ну и, конечно-конечно, давайте поздороваемся с кошкой, потому что она, конечно же, тоже с нами. Куда без нее? Как только включается камера, кошка тут же бежит, конечно же, тоже принимать участие в видео. Завершив на этом приветственную и не менее важную благодарственную часть, давайте перейдем непосредственно к теме сегодняшнего видео. Как вы могли, наверное, заметить уже, сегодня у нас французский язык. Возможно, внезапно для кого-то, но какое-то появляется ощущение, что изучение языков сейчас как никогда актуально, но нужно заметить, что эту рубрику я, на самом деле, планировала еще задолго до всего, что сейчас происходит у нас вокруг всех вас и нас. И, да, на какое-то время она подвисла, скажем так, в архивах, но все-таки давайте мы ее возродим и обратимся к французскому языку. Если вдруг у вас есть какие-то пожелания по языковым, околоязыковым темам, то обязательно пишите их, конечно же, в комментариях, потому что я надеюсь, скрестим пальчики, что время от времени мы будем с вами встречаться вот в такой достаточно неформальной обстановке, без всяких там модных блогерских сетапов с подсветочками и разными другими финтифлюшками, вот в обычной довольно уютной обстановке. И будем разговаривать как раз на какие-то языковые, околоязыковые темы, какие-то забавные моменты я буду вам рассказывать. В общем, погнали! Ну что, язык Мольера, Вольтера, Дюма, как его часто принято называть, и других не менее выдающихся людей, возможно, многим из вас заочно не кажется таким уж и сложным. Да, конечно, это не венгерский, это не китайский, который лично мне кажется очень сложным, просто респект мой безграничным тем, кто хоть что-то понимает в китайском, потому что все эти тональности, ладно, кажется, меня уносят в какую-то другую тему, но, в общем, возможно, французский не кажется прям суперсложным по сравнению с какими-то более сложными объективными языками. Но и в простых его как-то довольно сложно обнаружить. Например, основываясь на собственном, конечно же, опыте, французский намного сложнее того же, скажем, испанского или итальянского. Да и чтобы вы понимали, 73% французов считают собственный язык довольно-таки сложным. И по секрету расскажу вам, что многие из них, просто абсолютное большинство, допускает во французском языке ошибки. Надеюсь, от этого стало кому-то легче сейчас. Ну а дальше я постараюсь изложить вам по пунктам, что же именно делает французский язык таким сложным, по крайней мере, по моему сугубо, конечно же, личному мнению. Итак, первое и, возможно, самое очевидное, это то, что слова во французском языке читаются и произносятся, ну совсем не так, как они вроде бы написаны. В отличие, например, от того же немецкого или испанского языков, в которых, в принципе, за исключением некоторых моментов, все читается вот как написано, так ты и прочитал. Да и в русском языке, если честно, это правило тоже работает в большинстве случаев. А вот во французском половина букв как будто бы вообще не нужна, и там понаписано, ну, скажем так, более для забавы, не знаю, того, кто это все придумывал, чем для какого-либо удобства и практической пользы. Потому что действительно очень много букв просто не читается. Вот, смотрите, вот так пишется слово круассан по-французски, и произносится оно как croissant. То есть мы видим, что кроме круассан, вот этих букв, звуков, точнее, которые слышатся, там понаписана еще куча каких-то букв, которые просто, ну так, постоять рядом. Казалось бы, например, зачем вот здесь вот это Т на конце, которую не слышно ни сейчас, ни во множественном числе, ни в каком-то другом, потому что такие случаи бывают, когда буквы вдруг начинают внезапно произноситься, но, тем не менее, например, вот это вот Т здесь зачем вообще? Или, например, такое прекрасное слово, как сегодня, которое во французском своем варианте пугает, наверное, подавляющее большинство людей, которые его видят в первый, а может быть, во второй и в третий раз тоже. Звучит оно как aujourd'hui, и если я все правильно посчитала, то слышим мы пять звуков, а букв здесь, опять же, если я не ошиблась в своем подсчете, десять. И плюс еще какой-то непонятный апостроф. Или еще одно слово, которое неизменно входит во все списки слов, которые сложнее всего произнести во французском языке, звучит оно как cancairi, и это, ну, что-то вроде хозяйственного магазина, в котором продаются разные винтики, болтики, какие-то другие строительные вот такие вот маленькие штучки, как-то, возможно, называется скобиной магазин, возможно. В общем, это однозначно слово, которое не только произнести сложно, но и написать-то непросто. Следующий пункт, который добавляет к сложности французского языка, это, конечно же, его довольно-таки громоздкая грамматика. И чтобы сразу, прям не отходя от кассы, вас напугать, например, только форм прошедшего времени, здесь барабанная дробь пять. Правда, ладно, сразу вас напугав, я немножко обнадежна. На самом деле используется всего только... Может быть, это немного звучит как всего только, но, тем не менее, все лучше, чем пять. Так вот, всего только три. Ну, а одно из них, простое прошедшее время, вообще встречается только в книжках. Так никто не разговаривает. Ну и, конечно же, французы просто обожают исключения. То есть, каждому правилу найдется еще вот такой вот папирус, в котором будут перечислены все исключения, которые этому правилу, конечно же, не подчиняются. Но, возможно, его подтверждают. Следующий пункт, это то, что неизменно пугает и повергает в шок просто всех иностранцев, особенно англоязычных или с каким-то другим языковым бэкграундом, это род. Да, во французском языке существительные, местоимения, прилагательные, что там еще. Я надеюсь, я ничего не забыла. В общем, все это распределяется по родам. И вы, как русскоязычные люди, конечно, можете мне возразить, что, ну, нам-то это, дескать, не страшно, потому что, ну, во французском языке женский род, мужской род. Не будем сейчас говорить о зарождающемся среднем роде и новом местоимении Ель. Я об этом вам рассказывала в одном из выпусков новостей. Оставлю ссылочку вверху и внизу, поэтому пройдите, посмотрите. Такой интересный современный феномен, я бы это так обозначила. Ну, так вот, возможно, вы мне скажете, всего два рода, среднего пока как такового нет. Экли мы там не видали, собственно говоря. А вот я вам скажу, что на самом-то деле не стоит недооценивать этот пункт, потому что, например, даже для меня, хотя, как сказать, даже, я до сих пор продолжаю учить французский язык, хотя я живу во Франции уже лет 9, наверное. А есть у нас, например, члены семьи англоязычные, правда, изначально, которые во Франции живут уже более 30 примерно лет. И вот даже для них, я бы сказала, это действительно до сих пор остается какой-то проблемой, потому что до сих пор и эти люди, и я в том числе, мы совершаем ошибки, когда нужно как-то определить и обозначить род какого-либо слова в разговоре. В частности, но на письме и подавно. Дело-то все в том, что во французском и в русском род слов очень часто не совпадают. Ну, то есть, вы понимаете, то, что женского рода мужского, то, что мужского женского. Например, какие-то самые простые слова, которые приходят в голову, скажем, стул во французском женского рода, стол также женского, кровать, например, мужского. В общем, как вы понимаете, совпадение это скорее исключение. Опять же, есть, например, такой забавный анекдот и, скажем так, слэш-совет, который говорит о том, что если вы не можете в буланжери вспомнить, как же багет будет, ин багет или а багет, то есть, это вот этот артикль, который показывает вам женский это род или мужской. Так вот, если вы не знаете, как попросить булочника а багет или ин багет, просто просите д багет, тогда артикль вам не понадобится. Ну, уйдете с двумя багетами, но зато ошибку не совершите. Следующий пункт это то, что когда-то меня, ну, не то что демотивировало, но действительно, скажем так, насторожило, и я не была уверена, что у меня когда-либо получится выучить французский язык, когда я этот пункт осознала. Заключается он в том, что французский очень плавный язык, буквально вот как песня льется. И да, конечно же, это очень красиво, и он не звучит рублино, но и при этом очень непросто в самом начале определять, где же здесь вообще начинаются и заканчиваются слова. Потому что во французском есть, ну, кроме его звучания, в принципе, того, как выстроена, скажем так, фонетически структура этого языка, еще есть такие забавные штуки, как льезоны, то есть это соединители. Такие случаи, когда последняя согласная буква в слове, которая, кстати говоря, не должна читаться, небольшой взрыв мозга, так вот, она соединяется с гласной буквой следующего слова, например, в конструкции, как, ну, скажем, вы есть, да, то есть вот этот вот глагол быть, который в русском языке никак не переводится. Если провести аналогию с английским, возможно, многим из вас знакомым, он будет звучать как you are, то есть вы, есть, во французском это будет звучать как vous êtes, то есть это местоимение vous, на конце его есть буква s, которая не произносится, но так как дальше идет слово с гласной начинающейся, получается вот это вот z, и это у нас тот самый льезон, который очень часто встречается, который делает отдельные слова еще менее различимыми в одной фразе. Да, когда-то буквально на заре моего изучения французского языка я очень часто слушала новости, кстати говоря, я думаю, стоит, наверное, сделать выпуск о том, как я изучала французский язык с какими-то советами, возможно, с какими-то советами по материалам, по книжкам и так далее, лайфхаками, в конце концов. Так вот, я смотрела новости, и первые разы я была буквально в ужасе, потому что мне казалось, я никогда, никогда, никогда не смогу понять, где здесь вообще конец одного слова и начало другого, вообще что это такое, кроме того, что это одно большое такое ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Забегая вперед, Маша из будущего вас обнадеживает и говорит, что все нормально, это все будет различаться вообще безо всяких проблем. Следующий пункт, который тоже долгие годы часто остается проблемой для многих иностранцев, особенно в том, что касается восприятия этого на слух. Я, конечно же, говорю о счете. Кажется, что счет во французском языке придумывал какой-то безумный математик, потому что все, что начинается с числа 60, там какие-то начинаются приключения, забавы и вот подвыверты, я бы даже сказала. И чем дальше и ближе к сотне, тем сложнее. Вот, например, такое замечательное число, как, ну скажем, 98, будет звучать как 48. И если его разложить на составляющие, то на самом деле я только что произнесла 4 раза по 20, плюс 10 и плюс 8. Зачем так сложно, хочется сказать, французы? Возьмите пример, не знаю, бельгийцев, кажется, тоже швейцарцев. У них очень просто там non-onte, то же самое, как 90 или 90, никаких там нет приколюх и особых кружавчиков. Нет, французы очень держатся за этот свой счет. И даже с неким таким пренебрежением иногда можно услышать от них, что вот, дескать, там бельгийцы как-то упросили это все дело, но мы-то французы держимся за свою великолепную систему называние чисел. Когда, конечно, на слух записываешь какой-нибудь телефон или номер, не стоит торопиться, я бы сказала, потому что только вы начинаете записывать, скажем, не знаю, soisante, вы слышите, вы думаете, что это 60, вы пишете цифру 6, а дальше оказывается, что это, скажем, soisante dixette, то есть 60 плюс 10 и плюс 7, и на самом деле это вообще-то 77, и это ваша шестерка здесь. В общем, вы понимаете, это нужно действительно натренировать. Следующий пункт, который создает дополнительную сложность, заключается в том, что во французском предложении нельзя просто так взять и переставить слова. То есть, если в русском языке мы можем сказать я пошла в магазин, пошла-ка я в магазин, в магазин я пошла, в магазин пошла я, в общем, как угодно можно вертеть и крутить эту фразу, да, немножко меняется согласно смысл, но, в принципе, осмысленность этой фразы не теряется. Так вот, во французском языке так нельзя. Там довольно определенный порядок слов, которые, правда, не без своих исключений, но эти исключения тоже поддаются определенным правилам. В общем, знайте, что абы как сказать не получится. Следующий пункт, наверное, касается в основном письменной речи, и заключается он в том, что во французском языке некоторое количество таких штук, как Оксаны, то есть это черточки, точечки, крышечки, которые вы можете видеть над некоторыми буквами, в некоторых довольно-таки, можно сказать, кстати, многих словах. Вообще, как я уже сказала, это в основном такой письменный момент, потому что на слух, наверное, они не очень различаются, но, например, такие Оксаны, как Аксон Тегю и Аксон Грав, в общем, вот эти вот разнонаклоненные черточки, которые вы можете заметить над буквой Э, часто встречающиеся, действительно имеют некоторое различие в произношении. Хотя, я бы сказала, для начала можно над этим не заморачиваться, и я скажу, что если вам еще не знакома, например, какая-нибудь китайская тональность, или у вас не супермузыкальный слух, или что-то такое, вам, наверное, будет не очень просто распознать их, действительно, в самом начале. Я помню, мое выражение лица, наверное, вот такое вот оно было, когда мне муж, в самом начале тогда еще, конечно, не муж, говорил о том, что, например, Аксон Тегю произносится как Э, а Аксон Грав произносится как Э, и я говорила Ага. Но со временем я, конечно же, тоже научилась различать, и, опять же, существует много разных лайфхаков, как вообще запомнить и распознать, где нужно поставить эти самые Оксаны в словах. Если вам интересно, то мы тоже можем как-нибудь об этом поговорить. Следующий пункт касается того, что Франция хоть и маленькая, хотя, наверное, здесь я, конечно, больше говорю о континентальной Франции, потому что, если посчитать все заморские и другие разные французские территории, весь этот дом-том, окажется, что Франция на самом-то деле огромнейшая по площади страна. Так вот, если говорить все-таки о континентальной, такой маленькой, компактной Франции, несмотря на этот факт, здесь действительно довольно большое разнообразие в региональном плане, и не только в том, что касается культуры, каких-то обычаев, допустим, кухни, конечно, это тоже очень важно и очень интересно, но в том, что касается именно языковой традиции, тоже есть довольно большие отличия. Здесь сохранились диалекты, здесь сохранились местные языки, которые очень сильно влияют, опять же, и на общий, скажем так, вариант французского, именно вот в этом вот конкретном уголке, плюс, конечно же, сохранились многие какие-то местные слова, и иногда может возникнуть такая ситуация, когда, приехав в определенный регион, вы не поймете половину фразы, причем вас поймут, потому что вы изучали, опять же, вот этот вот общий французский, такой классический, такой классически принятый, что ли, вариант языка, тот самый парижский региона Иль-де-Франц, который в 16 веке стал государственным и стал таким объединяющим для Франции, но, несмотря на этот совершившийся факт, да, действительно, в регионах сохранились свои какие-то особенности, и, действительно, как я говорила, вас поймут, а вот вы, вы, скорее всего, не поймете, если вы не знакомы, действительно, не изучали какие-то особенности этого региона. Например, так, однажды такое произошло со мной, когда мы приехали в такую горную деревушку, я бы сказала, просто буквально посредине ничего, посредине Альп, где-то там над Греноблем высоко, мы зашли в местный магазин, кажется, это был магазин мебели или что-то такое, и мой тогда коллега, хороший друг, начал говорить с владельцем этого магазина, и я после нескольких фраз с удивлением обнаружила, что я не понимаю просто ничего, как будто сейчас здесь говорят не на французском. При этом человек говорил «да» на французском со своим акцентом, с диалектом и с вкраплениями местных слов. Это делало язык абсолютно неузнаваемым и абсолютно для меня невоспринимаемым на слух-то точно. Вот тогда-то я и осознала весь колорит, скажем так. Но, в общем, конечно, к этому заранее никак не подготовиться, особенно учитывая разнообразие, опять же, регионов, каких-то диалектов и так далее во Франции. В общем, если вы заранее не знаете, что вы едете вот конкретно в эту деревню, в эту местность, конечно, это все изучить будет довольно-таки проблематично. Поэтому я бы сказала, что над этим не парьтесь, просто примите это как данное, и не пугайтесь, если вдруг вы приедете куда-то, и окажется, что вроде как французский вы не знаете, все нормально, вас поймут. И, кстати, что еще касается разных вариантов французского языка, вообще, конечно же, как и любой нормальный другой язык, французский подвергается разному влиянию, скажем так, других языков, это и английского, и, конечно же, арабского. В основном вот эти два есть, впрочем, и другие, даже русские какие-то вкрапления иногда встречаются. Но даже если бы и не было всех этих как-то влияющих на французский других языков, тем не менее французы сами гораздо немного видоизменять и усложнять в каком-то смысле свой язык для тех, кто его изучает. Потому что во французском языке существует такое замечательное явление, как язык наоборот. То есть французы просто берут и последнюю часть слова передвигают вперед, и получается слово наоборот. Не буду сейчас углубляться в эту тему, оставлю вам ссылочку на видео, я уже рассказывала об этом феномене и с примерами, поэтому зайдите, посмотрите. Кстати, да, уже некоторые видео на такую околоязыковую тему я снимала время от времени, поэтому тоже постараюсь, может быть, собрать их в плейлист. Если вы придумаете какое-то забавное, интересное название для плейлиста, будет вообще просто супер. Но, тем не менее, я постараюсь их как-то подсобрать и тоже оставлю внизу, смотрите, если эта тема вам интересна. Дополнительную сложность составляют еще всякие слова, которые совпадают на слух во французском и в русском языке, но означают совершенно разные понятия. Например, такое царапающее русский слух слово как сортир во французском языке довольно безобидно и означает просто глагол выходить. А вот такое привычное и, опять же, довольно безобидное для русскоязычного человека слово как слово счет в ресторане во французском лучше не просить, потому что могут предложить отправиться не туда, куда вы, собственно говоря, предполагали. Тоже не буду сильно вдаваться пока в эту тему. Если вам интересно, у меня была уже парочка видео на эту тему, которые я тоже оставлю в описании под видео. Заходите и смотрите. А еще любимое многими слово безе, которое лучше не просить в бoulонжери. Ух, сколько там всего интересненького. Ну что же, теперь 10 страшных пунктов спустя, когда я вас вот так вот изо всех сил, наверное, напугала. Скажу вам, что, конечно же, не все так страшно, как все это молюют. И все абсолютно реально, изучабельно. И вот сидит перед вами человек, который действительно изучал французский в основном самостоятельно. Расскажу вам, опять же, эту историю еще раз. И с тех пор успел и работать на французском языке много лет. И несмотря на то, что сейчас, оглядываясь трезвым взглядом, я объективно вижу, что, ну, не было у меня, конечно, еще тогда, в самом начале, когда я еще работала не во Франции, а еще я работала студенткой, с французами, переводчиком. В общем, не было у меня, конечно, никакой тогда профессиональной еще квалификации, которая, возможно, обладает действительно профессиональной, невозможно, а точно обладают профессиональные переводчики, закончившие там с дипломами и так далее, с практикой. Но вот так вот, да, действительно тоже бывает и довольно успешно. Поэтому я вам хочу сказать, что, что все реально, да, может быть, немножко страшно, но когда вы этот страх знаете в лицо, то с ним встретиться намного проще, чем когда вы не знаете, что это такое, боже, что с этим делать. Поэтому постепенно будем с вами вместе разбираться во всем этом большом французском и сложном, делать его немножко легче, доступнее. Да, конечно же, я напоминаю о том, чтобы вы писали какие-то темы, которые интересны конкретно вам, или вопрос, или что-то такое. Давайте будем общаться внизу в комментариях, как обычно. Но на сегодня я с вами прощаюсь, говорю пока, ненадолго, буквально до следующего видео. Пока!